МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья, сегодня в главной роли историк, президент Международной военно-исторической ассоциации Александр Валькович. Александр Михайлович, приветствую вас. Добрый вечер. Этот год, год юбилейный, прошло 200 лет со дня мощнейшей исторической битвы, битвы при Бородине, да и, собственно, Отечественной войны 1812 года. Этому событию посвящено многое. В частности, вы один из авторов и участников интереснейшей выставки в музее Александра Сергеевича Пушкина, выставки, которая называется «Время славы и восторга». Пушкинские слова, очень известные из знаменитой «Метели». А вот откуда возник этот геройко-романтический дух восприятия, в общем-то, тяжелейших испытаний для нашей отчизны? Ведь ни одна война не имеет такого, повторю, геройко-романтического восприятия. Ну, я думаю, прежде всего я хочу добавить, что название полной выставки «Время славы и восторга. Эпоха 1812 года» в собрании музея Пушкина и Александра Васильева. А геройко-романтический – это, ну, скажем так, вот та эпоха, чем она более отдалённая, ну, хотя, если мы сравнивать с Полтавой, нет того романтизма. А именно эта эпоха овеяна романтикой. Это благодаря, видимо, и восприятию самих современников, несмотря на все ужасы решений этой войны. Ну, видимо, это одна из последних рыцарских войн, когда отпускали гарнизон осаждённых крепостей на капитуляции, под честное слово, не воевать в течение года против сдавшегося, против того, против кого они воевали и сдались. А элемент романтизма, рыцарственности – ну, красивые мундиры, элегантные наряды дам, интерьер, ампир. Я думаю, как раз творение лучших художников, как французской, так и русской живописи, как раз предтеча романтизма. Всё вместе – это вот такой какой-то флёр того. Ну, и опять же, наверное, здесь всё вместе, потому что великое событие породило и великих людей, и столкновение двух империй, двух непримиримых. Ну, если говорить со стороны императора Александра, он наиболее последовательно был непримиримым противником у Наполеона. И Наполеон этого до последнего так и даже на святое лень, он не понял, что злейший враг был именно император Александр. Видимо, наверное, вот здесь, на мой взгляд, всё вместе даёт эту картину, потому что вот стиль ампир, удивительная мода той поры, приподнятые плечи, дамы в этих удивительных платьях. Но, говоря о выставке, я скажу, что она уникальна тем, что мы здесь старались показать и мир, поседневный мир той поры. Естественно, мы брали благородные сословия. Прежде всего, потому что это лучше осталось, и легче было воплотить. И в то же время начинали мы свой рассказ событий Великой Французской революции, ибо Наполеон это было... Да, понятно, откуда ноги растут. Да, хотя его называли Робиспером на коне, но он же с этой... То есть он, можно сказать, сын революции, который же её и задушил. Но лучше его наставил. И мы проходим через череду военных столкновений. Аустралиц, наше первое поражение, кампания 6-го и 7-го годов присвешила ужесточённый бой двухдневный в жестокую стужу. Потом новый погром при Фридландии, свидание в Тильзите. Тильзитский мир, дальше, видимо. Переход через Неман, это уже 12-й год. Это уже следующий зал, и здесь мы освещаем главные события этой войны и вступление неприятеля нашествия, упорные бои, Смоленск, затем Бородино. И одно из ключевых, учитывая, что это музей Пушкина и строки Пушкина в Москве больше всего посвящены, именно о Москве, занятый неприятелем, затем изгнание неприятеля, а следующий зал нам посвящен, он посвящен заграничным походам и вступление, приданностное вступление в Париж и возвращение. Вот тут очень важна градация. Я думаю, что у многих восприятий как раз ликующие фанфары и победоносное шествие. Но ведь вначале было всё совсем по-другому. Были мрачные, такие апокалиптично-эсхатологические настроения, что идёт антихрист на русскую землю и что непобедимый человек, перед коим на коленях стояла почти вся Европа, и вдруг вот эта градация от минусового восприятия до действительно фантастической эйфории, охватившей всё Отечество после победы. И несмотря на то, что сложили головы воины больше половины русской армии, но настроение, моральный дух не был сломлен. Тоже удивительное событие, совершенно фантастическое. Неизбежность войны ощущали все. Это было, это носилось в воздухе. И что, ну вот как перед грозой. Не случайно Пушкин нашёл вот это удивительное. Гроза. Ещё гроза спала. Потому что именно, и современные пишут, как вот душно было жить вот накануне войны. Вот эта тёмная туча во всех проявлениях. И затем, скажем, мобилизация всех сил, объединение всех. И здесь я должен сказать, что достаточно долго недооценивалась роль и вклад в победу, окончательную победу именно императора Александра. И там он у нас один из центральных персонажей. На выставке Наполеона, Александра, они всегда вот либо рядом, либо где-то. Но они всегда главными, потому что это были главные герои. Именно его решимость до последнего биться, даже ступая, оставляя губернии, и до победы. Именно это и он сам писал и своей любимой сестре Екатерина Павловна. Он был удивлён приёмом, когда его в Москве восприняли как национального героя. Молодой царь до этого, ну, мало популярен, скажем, после заключения Теревицкого мира, при снятии к континентальной блокаде. Но вот здесь он почувствовал, когда вот здесь удивительно, когда и жертвуют все сословия, и купечество, и дворянство, когда вот он принимает депутации. Вот он там почувствовал, для него это новое ощущение, что вот он действительно во главе удивительной страны, и это он не забыл. Вы координатор и организатор, соорганизатор реконструкции исторических тех батальных сражений. Честно говоря, масштаб поражает. Больше 20 лет проходят эти реконструкции на Бородинском поле. Я слышал цифру 70 тысяч, наверное, было уже... Жителей? Участников? Преивлечения. Преивлечения? Преивлечения, так же, как пишут о тонах пиротехники и, так сказать, реквизитов. В действительности, наивысшее число – это полторы тысячи участников. Из года в год увеличивается число кавалерии. И это международная армия? Это международная армия, но в этом году, в юбилей, мы ждём, что у нас будет свыше трёх с половиной тысяч. Из них... Ну, то есть, это фактически равенство сторон. Лучшие клубы изо всего зарубежья, и также наши российские и ближайшие зарубежья, и в Белоруссии, и Украине, 300 всадников и порядка 30 орудий. И всё это будет действовать, да? Это будет действовать, причём задача... Итак, мы избрали новый плацтеатр с севернее памятника, с севернее Бородина, между Бородиной и Горок. Это неподалёку от памятника Нежинскому драгонскому полку, который в корпусе Уварова, когда вот они совершали сплатовый рейд знаменитый. И это поле позволяет, вернее, там природный амфитеатр, зрители... Да, там к реке, как бы так... К реке, и там рощица. То есть, мы можем... Зритель может увидеть одновременно несколько сцен, различных эпизодов батальных, которые связаны с героической этой битвы гигантов на Бородине. Но вот, извините, аутентично соблюдается? Или сейчас уже рации используются, связь мобильная? Связь мобильная не используется, также, хотя, естественно, у тех, ну, ключевых персонажей, кто командует определёнными подразделениями, кавалерии, артиллерии и пехоты, и у командующих связь есть. Но, естественно, она скрыта, так же, как и на телевидении. И, естественно, распоряжение даётся с помощью адъютантов и ординарцев. То есть, это ещё придаёт динамизм. А в целом, учитывая, что это будет разноплемённое, действительно придёт армия двунаддесяти языков с той стороны. На нашей стороне будут наши союзники. В ту пору они были в армии Наполеона, но затем они перешли на нашу сторону. Это пруссаки и австрийцы. Но Наполеон всегда им не доверял. Не доверял, это так. Это верно. И, учитывая, что будет кавалерия с обеих сторон, включая и керасир, причём будет сводный полк бельгийско-голландско-итальянско-русский, керасиры вот эти в латах, будут польские уланы, именно поляки, и вот польские гвардейские уланские ползамечательные. А насколько всё это готово уже сейчас? Какие-то... Дело в том, что это уже опробировано. Я специально ездил в прошлом году на поле битвы при Ватрулово, где организуют один тоже из масштабных праздников и конструкции баталий, причём они два дня сражаются. В этом году мы тоже и в субботу, и в воскресенье намерены дать две баталии, скажем так. Выбирали лучшие клубы по экипировке, по дисциплине, по умению действовать на поле. И вот приедет Марк Шнайдер, который удивительно похож на Наполеона, вместе со штабом. Будет его ставка неподалёк от батареи Фуши, рядом с Шевалинским редутом. То есть мы хотели элемент воссоздать. А коны Егеря, шоссе Рашваль, Дель Агарь, то есть они также едут, поляки едут со своими лошадьми. Ну, в общем, в целом... Я помню, белорусы как-то... Белорусы, естественно, у нас... ...своим ходом добрались. Чуть ли не спор. Сейчас есть даже несколько проектов, когда хотели бы пройти хотя бы неделю конного перехода, но это отдельное уже... На самом деле, забот очень много по приёму, потому что надо согласовать пересечение границ, они же едут со своим вооружением. Но успеете? Должны успеть? Мы должны успеть. У нас обратной дороги нет. Конечно. Мы должны столь же масштабно и впечатляюще отметить эту удивительную дату и напомнить всем, включая за рубежом, чего стоила эта война России. И именно война 12-го года завершилась в Париже. И мы должны напомнить об этом нашим современникам. А как быть с грохотом, но не орудий на редутах и укреплениях, а с грохотом строительной техники? Что там с строительством коттеджей? Оно продолжается. Беда-то в том, что, вот, скажем так, законодательство, законодательство, те прорехи, которые, то есть, скажем, когда, с одной стороны, по суду запрещается, а потом находят лазейки, крючкотворы, адвокаты, и это возобновляется. Те, кто предоставляет возможность застройки, они говорят, что вы рискуете, но, тем не менее, уверены, что безнаказанность. Пройдет юбилей, и все забудется. А в действительности это потрясающе заключается в том, вот, ну, скажем так, насколько очиствели наши души, когда на поле... Русской славы. Русской славы, которая выкупала свое время, и жертвовали, все помещики отдавали в казну эти земли, считая, что это тот памятник, и фактически какие-то дачные поселки на костях, и с удивительным видом, там же потрясающе живописные места, с видом на тот или иной памятник, либо на тот или иной редут или укрепление, и вот выпить на веранду, чай попить, и вот среди этих... Кочувствую. Это в высшей степени. Поэтому я думаю, что здесь необходимо все-таки власть передержащим проявить волю, и, несмотря на всю эту кузовистику и несовершенство законодательной базы, нужно раз и навсегда отбить охоту на полях сражений наших, где обильно пловят... Сколько у нас таких полей сражений, так у нас много, я имею в виду, от нашей русской славы. Ну, просто принять раз и навсегда закон, который не позволит никому подобное делать. Чтобы время славы и восторга не было прошлое, не было омрачено нашим действительным... Действительностью, да. И это самое ужасное. Спасибо. Удачи вам. Победы во всех ваших начинаниях. Наши, как известно, победили, хоть и не без препятствий, но и враг был очень силен. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо вам. Александр Валькович, историк, президент Международной военно-исторической ассоциации, сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Обязательно увидимся. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова